Какие чувства испытываешь, когда выходишь второй раз на официальный поединок? Ну, на самом деле вы правы, потому что когда первый раз выходишь, ты не понимаешь, как это и что это будет. Но когда уже второй, третий раз, ты уже прекрасно понимаешь и в какой-то мере это более волнительно, но и более интересно. Я думаю, что ребята, если уже вошли в октагон впервые, то это будет второй, третий и еще много-много разу. Ну, что касается бойцов, я смотрю, что Дмитрий Романов ярко выраженный ударник, представитель кикбоксинга, тайского бокса, который у нас в республике известен на весь мир. Поэтому, что касается Александра Вантеева, он представитель панкратиона, который включает в себя также борьбу, борьбу в партере, грэпплинг. Поэтому интересно будет посмотреть на противостояние этих двух бойцов. Думаю, что Романов будет стараться закончить бой в стойке. Что касается Вантеева, который может работать и там, и там, будем смотреть, будем болеть за хороший бой, за красивую победу. Самое главное в нашем мире спорта, это что без травм. Это самое главное. Ну, да, я согласен совершенно, потому что микс-файт, конечно, это не фига, прямо скажем. И для карьеры бойца реально очень важно обоценить серьезные повреждения в самом начале. Поэтому грамотно вести бойцов, вот как раз это обязанности промоутеров и, соответственно, тренеров. Ну, то есть, чтобы поединок был конкурентным, бойцы были победителя одинакового уровня. По крайней мере, то, что касается по опыту, похожая очень ситуация. Александр Вантеев, Дмитрий Романов. Первый поединок турнира Road to NFG. Что мы видим с вами, как бойцы настроены. Александр Вантеев. Видно, очень заряжен обой. Также Романов. Видно, хорошо подготовились ребята. Это именно психологически никто не боится. Ну, что ж, поехали. И таким образом первый из раундов. Можно упомянуть регламент, да, потому что там бывают разные варианты. Ну, если мы говорим о каких-то титульных боях, то это пять раундов. И здесь уже сразу сходу перехват ноги. И попытка перевода в партер Александра Вантеева. И есть перевод. В самом начале поединка. Часто очень, кстати, бывает, что в боях такого уровня сразу ребята выбрасывают всю энергию, которая есть, вот этот адреналин кипит. Почти без разведки. И пошла уже работа в партере. Надо отдать должное сопернику. Он так грамотно защищается. Перехватил ногу, поэтому не дал возможности пробить хаммером. Да, неплохо блокируют какие-то попытки Александра Вантеева. Где-то вяжет руки, прижимается. И, как мы с вами видим, не дает возможности наносить удары. Ну что ж, хорошая грамотная работа. Сайд-маунт, положение сверху сбоку. Но при этом защищающийся, в общем-то, держит корпус очень близко. Поэтому здесь... А здесь уже есть варианты. Но удается подняться на ноги. Тем не менее, не отпуская захват. Работа у сетки. Кстати, неплохой был вариант. Вот как раз тейкдауна. Может быть, сейчас получится что-то сделать. Нет, все, перешла работа в стойку. Ну что я могу сказать? Хорошая борцовская школа, да? То есть ребята точно знают, что им нужно делать. Как минимум из того, что я думал, Романов будет работать больше в стойке и меньше знает борьбу, не скажу. Очень неплохо защищается. Ну и Вантеев работает первым номером. Мы видим, несколько попаданий было. И опять попытка перевода в партера входит в ноги. Посмотрим, что получится у него. Пытается сделать посадку за одну ногу. Однако Романов неплохо отставляет ногу, неплохо защищается. Молодец. Видно, что не первый раз он это делает. И нарабатывал это. И тренировал. Грамотно работает. Быстро поднимается на ноги. Здесь, надо сказать, очень такая уязвимая позиция. То есть для... Ой-ой-ой-ой! Какой хай-кик-то прошел, а? Здорово! И теперь потрясен соперник. Поэтому, конечно, нужно ковать железо, пока оно горячо. Как-то зевнул. Зевнулся удар. Да, был легкий нокдаун. Да, хлестко, я скажу, выдерживает дистанцию. Очень красивый был эпизод. Но секунды уходят, то есть восстановление. Да, 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 все верно. Вантеев пытается для себя, скажем так, немножко времени выиграть, восстановиться. Ну, а задача у Романова – нужно заканчивать бой, если он хочет забрать победу. Еще две минуты. На самом деле это целая вечность. В бикс-фальте очень хороший первый раунд. Вы знаете, разные бои приходилось наблюдать. Особенно это касается первых поединков того или иного турнира. Но здесь очень содержательный бой. Пока из того, что мы видим, точно ребята знают, чего хотят в октагоне. В бою мы видим, есть все. И ударная техника не только руками, но и ногами, как мы с вами видели. Также борьба, попытки каких-то болевых приемов. Вот сейчас мы видим, как Романов забирает спину. И будет, скорее всего, пытаться сделать удушение со спины. И еще масса времени, на самом деле, минута 20. Сейчас, если перейти на граунд-энд-паунд, и, соответственно, не будет активной защиты, арбитр будет просто вынужден остановить бой. Для этого, конечно, для начала нужно не упустить заход. Ног. В принципе, неплохо пока. Очень хорошее положение. Не наилучшее, конечно, для атакующего со стороны спины. Прежде всего, самое безопасное. Да, нужно уходить. Уходить куда-то в область пояса. Высвобождаться из-под захвата ног, вот как сейчас. Это получается сделать, причем и перейти в контратаку. Отлично. Да, Вантеев прихватывает ногу. Молодец, встал, наконец-то. Сейчас посмотрим, что он. Тейкдаун. 40 секунд. Много борьбы. Видно, ребята очень много затрачивают сил. Я думаю, что, в принципе, осталось 35 секунд. Возможно, бой перейдет во второй раунд. Будет очень интересно посмотреть на бойцов. Насколько они именно функционально подготовлены, готовы. Ну, что я могу сказать. Конечно, Романов большой молодец. Он, безусловно, пока выигрывает этот раунд. Ключевой момент – это, конечно же, хай-кик, после которого, видно было, Вантеев так немалой степени потрясен. Но я даю должное Александру. Бойцовский дух, безусловно, присутствует в его сердце. Потому что он и, может быть, до конца еще не восстановился, но ситуацию контролирует. То есть он работает по сопернику, где-то и контратакует. Пропустил несколько ударов партера. Перехватил ногу, перешел в контратаку. Отличный раунд. Итак, у нас перерыв между первым и вторым раундами. Ну, я думаю, Вадим со мной согласится, что пока мастер спорта по фикбоксингу ведет. Да, естественно, этот раунд за Романовым. Вот смотрим, да? На наших кранах видим попадать в затылок. И Вантеев теряется. Видно, что это был нокдаун. Чуть-чуть вот Романовым не хватило. Это вот кикбоксерская школа. То есть в кикбоксинге, когда ты бьешь, ты не должен заваливаться. То есть ты ударил, вернулся назад в исходное положение, занял положение для защиты прежде всего. В микс-файте, если ты пробил и попал, важнейший момент продолжить. То есть броситься вперед, развить свой успех. И здесь вот как раз опыта Романову не хватило. То есть если бы после хай-кика, который попал точно в цель, он логичным образом развил бы свои действия, то, конечно, я думаю, поединок был бы завершен досрочно. А так каждая секунда позволила восстановиться Вантееву. Ну, посмотрим, пока Романов, конечно, выиграет второй раунд. Ну, вот, как я и говорил, будет интересно посмотреть, насколько функционально готовы бойцы. Потому что первый раунд сил у всех много. А во втором уже будут работать потяжелее. Уже, видите, и начинается небольшая разведка, скажем так, во втором раунде. Не форсируют события ребята. Пытаются подобрать ключики друг к другу, прочитать. Наверное, все же, конечно, работа в стойке – это не вариант для Александра. Но вот все умеет, посмотрите, как, в общем, быстро вошел на нужную дистанцию. Пытается перехватить голову. А вот выходит на руку, однако Романов молодец. Достает руку и, в принципе, продолжает работу сверху. Продолжает добивать. И вот закрывает замок на треугольник Вантееву. И будет пытаться сделать бразильский треугольник. Неплохо выходит. Но, к сожалению, захват сорвался. Хорошая работа, я скажу, как два таких добротных грэпплера, да? Слеснулись. Видно, что, еще раз повторимся, и Романов не зря он теряет времени в зале. Да, Романов молодец. Совершенно согласен. Видно, так как по его любительской карьере мы видим, что он явный ударник. Но в партере он имеет понимание, и неплохое. Хорошо работает, борется, держит позиции. Выходит именно с болевых удушачьих приемов, что очень важно для ММА. Поэтому молодец. Я больше скажу, что научить хорошо бить борца, это на самом деле не новость. Мы знаем даже в элитном уровне отличных борцов, которые у нас на крутерах. Кормье, да, того же, как недавно проиграл мяу чуть-чуть. Но все знают, Кормье как участник олимпийских игроков. Много назад он его выиграл. Да, да, нокаутом. Нокаутом, да. То есть мы можем вспомнить Исихуда, да, то есть людей, которые умеют бить. А вот вспомнить классного ударника, умеющего бороться на элитном уровне, как Вирдун, да, там, не знаю, многие другие. Таких имен вы не назовете. Поэтому здесь человек, кикбоксер, умеющий бороться, вызывать большое уважение. Ну что ж, у нас опять прием изглойной борьбы с перехватом ноги. Ну, да, Вантея все пытается, скажем так, взять свое преимущество за счет борьбы. Постоянно прихватывает ноги, пытается стянуть в партер. Хотя, я скажу так, что мы видели, неплохо с рук попадал. Ну, видимо, у него есть свой план, план на бой. Посмотрим, что из этого получится. Ну, пока неплохо, у сетки защищаются Романов, у Вантея все попытки не очень успешны, скажем так. Потому что, естественно, здесь задача, главное, это перевести в партер. И взять позицию для нанесения ударов, либо каких-то болевых удушающих приемов. Если так, только вот хотел сказать, что если так будет продолжаться, то рефери вернет бойцов на середину. Кстати, заправляют, да, накладку. И я скажу, что далеко не всегда бывает в боях рефер обращает на это внимание. Ну, мне иногда это вызывает вопрос, а почему. Ну, что ж, на свой любимый кикбоксинг переходит Романов. Такая размашистая работа с рук. Но молодец, Вантеев, крепкий парень, держится. Да, пошла, скажем так, легкая рубка. Особенно со стороны Романова. Он идет вперед, наносит ногу ударов, пытается подловить Вантеева. Но Вантеев, увы, пытался сделать бросок и заварил на себя соперника. Ну, и опять попадает в опасную позицию. Причем еще времени предостаточно. Больше минуты, но он не отпускает ногу. Понимает, что это его единственный шанс. Переходит на граунд-энпаунд Романов. Тем не менее, Вантеев защищается. Реферер очень внимательно следит за происходящим. Смотрит за тем, чтобы удары не наносились по затылку. Но видим сильнейшее рассечение у Вантеева. Сейчас врачи осмотрят бойца. И вынес свой вердикт. Сможет ли он продолжать бой или придется снимать все-таки? Ну, скажем так, кровь на октагоне – это не новость. Но есть определенные ограничения и здесь. Все-таки, да, это спорт в первую очередь. И тут нужно понимать и учитывать, что здоровье – это превыше всего. Поэтому врачи осмотрят и… Ну, скажем так, видно, что сечка такая достаточно глубокая, не очень большая. Но вся проблема рассечения в этой области, то, что получить ее очень легко, да, рассечение той же брови. А крови может вытечь масса, то есть помешает довольно прилично. Ну, это как раз тот предыдущий эпизод, когда уже была сечка и, соответственно, переход на граунд-энпаунд. Еще раз повторюсь, Вантеев молодец в том смысле, что даже под таким давлением прессингом, пропуская столько ударов, он не теряется. То есть он полностью контролирует ситуацию, четко знает, как ему работать. Ну, это боец, боец, безусловно. Ну, видно, что, хотя и вот это его второй профессиональный бой, но, скажем так, в своей карьере я видел много бойцов, которые по несколько боев проводили. Но в такой ситуации видно было, что терялись и просто отдавали победу своему сопернику. Ну, что мы видим, врач разрешил продолжить бой Вантееву. Сейчас посмотрим. Естественно, главная задача Романова будет сейчас попадать именно в это рассечение, чтобы еще больше наносить урона своему сопернику. И чтобы врачи все-таки остановили этот бой, либо он сам сдался. То есть говорить про благородство пока не приходится. Ну, к сожалению, как мы видим, да, это ММА. И тут, когда тебя бьют, ты ищешь любой, скажем так, разрешенный способ, а это разрешенный способ победить. Ну, да, бойцов можно понять, когда, скажем, Алексей Кудин многократно нокаутил своих соперников, рассказывал о том, что когда он попадает, да, что второй раунд завершен. Хороший лоутик был. Высек просто с ног. И, кстати, еще добавили времени, судя по всему, к этому раунду. Так что сейчас пока придо понять. Ну, все, да, раунд завершен. Безусловно, он тоже остался за Романовым. Тут вопросов никаких. Ну, вот возвращаясь к этому моменту по поводу добивания соперника, ну, особенно касательно тяжеловесов, супер-тяжеловесов, здесь логика очень простая. Потому что ты понимаешь, если ты, ну, уже видишь, да, что бой должен завершить досрочно, нужно обязательно этим пользоваться. Потому что если ты этого сейчас не сделаешь, велика вероятность того, что тебя просто уронит каким-нибудь злоким пальчиком. Это супер-тяжеловес, и поэтому здесь, увы, не до сантиментов. Так, как говорится, если не ты, значит тебя. Поэтому нужно, как вы уже говорили, нужно не упускать момент, и каждая секунда очень важна. В любую секунду бой может остановиться, закончиться. И в ту же секунду, если ты позволишь сопернику где-то перевести дух, отдохнуть, уйти, он может восстановиться и продолжить свою работу. Ну что ж, мы видели, как классно высек уже к самой концовке раунда Романов. Видно, что его преимущество еще более увеличилось по сравнению с первой пятиминуткой. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. И важный момент, конечно, это сечка, которая есть у Александра Вантеева. Да, Вантеев, скажем так, по моему мнению, два раунда проиграл. Поэтому сейчас он должен идти на все, ва-банк, скажем так, на риск, чтобы забрать победу. Потому что если дойдет решение до судей, то, естественно, ему вряд ли отдадут победу. Поэтому я думаю, что он будет рисковать, будет идти вперед. Ну, а задача Романова, я не знаю, думаю, что он, в принципе, может работать в такой же манере. Либо даже начать вторым номером работать. Потому что я думаю, он понимает, что бой пока на его стороне. Итак, боец из Витебска, он, безусловно, лидирует. Ну, посмотрим, все может произойти. Одна ошибка Романова в том же партере, да, или в работе в стойке, в клинче. И Вантеев, с учетом его упорного характера, может там шею нащупаться, все. Смотрим дальше. В любом случае, чем бы ни завершился этот поединок, надо дать должное тому и другому. Сам по себе он весьма содержателен, качественный и вышел уже в третий раунд. Это тоже немаловажный показатель конкурентности. Да, очень молодцы ребята. И, в принципе, организаторы молодцы, подобрали хорошую пару. И как для открытия этого турнира, скажем так, это очень хорошо. Потому что, в принципе, скажем так, в основном смотришь на первые, несколько боев и заключительные бои. После попытки лоукика в Антеев падает на канвас. Ну, что ж, более того, могу сказать, что многие вообще подтягиваются уже, ну, не в данном случае, не у нас, у нас немножко другого формата турнир. Ну, скажем, уже к элитным боям премиального характера, а уже прелаймс, так называемый, ну, иначе говоря, по боксерски андеркарт, проходит вне внимания. Ну, здесь у нас, дай бог, чтобы вот так у нас по восходящей проходили эти поединки. Напомню, у нас сегодня гран-при. Вес до 61 килограмма. И снова мы видим, что Романов продолжает избивать в квартере Анвантеева, но тот не упускает ногу. Этот прием достаточно эффективный в этом отношении, получается, в защите. Пытается что-то предпринять, но попадается на треугольник. Да, Романов закрывает хороший замок на бразильский треугольник и пытается закончить бодосрочную. Да, это весьма перспективный вариант и для гран-н-паунт, для Хаммера и, соответственно, для удушения. Ну, я скажу, очень трудно. Трудно будет выбраться Анвантееву, но он уже неоднократно доказывал в этом бою, что может защищаться очень крепкий парень и целесно, и духовно. Да, мы видим, Романов заблокировал голову с рукой и наносит удары. Наносит, в принципе, как мы видим. Возможно, он и не собирается даже сделать удушение, а будет просто продолжать наносить удары, пока рефери не остановит, либо боец не сдастся, либо не подвернется, скажем так, хорошее положение, хорошая позиция, уже окончательно задушить. Ну, сейчас, конечно, такой замок лучше не распускать, безусловно. Главное, продолжать активно работать, чтобы рефери видел, есть продолжение поединка. И, соответственно, это весьма-весьма неплохой вариант для Романова. Еще 2.30. Вантеев по-прежнему крепок держится. Терпит, терпит, молодец. Сразу видно дух бойца. Да, многие уже сдались бы в такой ситуации. Не впервые я видел, скажем так, не то, что я придумал, это вживую видел. Он молодец, терпит. Верит, верит, скажем так, в свой шанс, в какую-то свою победу, что все-таки сможет где-то найти оплошность Романова и забрать эту победу. Либо, как минимум, хотя бы сейчас выйти с этого захвата, чтобы продолжить нормальный для себя бой. Ну что ж, рефери решил все же остановить, потому что это было одностороннее избиение. Ну, собственно говоря, это уже решение арбитра. Напомню еще раз, рефери в октагоне не просто следит за исполнением закона, за правильностью проведения поединки, но и должен прежде всего сохранять здоровье бойцов. В данном случае было принято решение, что Дмитрий Романов одержит победу в этом поединке досрочно, заявленным преимуществом, и это правда. Итак, поздравляем Дмитрия Романова с отличной победой, но надо отдать должному Александру Романтиеву. Без его стойкости, умения терпеть, держать и удары, и бороться, и в самых сложных ситуациях выпутываться, но этот поединок бы таким не получился. Два с половиной раунда. Да, красивый бой мы с вами видели, и в принципе, да, два бойца, настоящих бойца, которые показали характер, показали силу, волю. Молодцы, молодцы ребята. Я думаю, что небольшое будущее в ММА, как бы, ему никто не сдаться, еще не раз выйдет в октагон и покажет себя. Техническим нокаутом побеждает команда СЛТ ВИТЕМС Дмитрий Романов! Представитель Витебска побеждает. Поздравляем мастера спорта по кикбоксингу, КМС по муай-тай, и зрительская битва Романова со вторым поединком успешным для себя в своей карьере.